Танкопад Субтитры сделал DimaTorzok Героям нашего сегодняшнего видео Более полное название машины Carro da Salto P88 Название итальянское И переводится с итальянского как вот тут даже написано Тяжелый штурмовой танк Но данное конкретное название именно Штурмовой танк Carro это танк и da Salto это штурм P88 название машины Это не что иное как калибр его Ну в данном случае стокового орудия Оно хоть и не является каким-то прям мега хорошим Но и плохим его тоже Особо не назовешь В целом в стоке можно еще повозиться Хотя конечно топовая пушка уже начинает Внушать уважение И настоящий комфорт от машины В целом Если внимательно изучить орудие То очень плохая точность 0.42 Не быстрое Совсем не быстрое Время сведения 2.5 Обычный разовый урон в 240 Хотя у некоторых восьмерок еще встречается На седьмом он еще более-менее как-то смотрится Но самое главное Это высокая бронепробиваемость 202 бронебойным И 220 подкалиберным Подкалиберные снаряды Это отлично Это отменная скорость полета Хорошая настильная траектория И в данном случае преимущества особого в этом даже и оказывается немного Во-первых, бронебойный летает почти с той же скоростью у этого танка Бронепробиваемость не сильно меньше 202 для седьмого это вполне себе неплохо Ну и альфа сама собой такая же Фугасы обычные Про них ничего не скажешь Кроме того, что у них есть довольно высокая скорость полета Ну и как бы все То есть на танк смотришь Ну урод уродом Как будто на него медведь наступил Длинный, страшный Не вызывает ничего кроме отторжения На ламборгини не похож На феррари тоже не похож Похож на неудачный опыт первого 3D моделлера какого-нибудь Да, вот тут треугольники видно Полигоны, как говорится Ну это конечно не в укор тем, кто модель делал Просто сама по себе конструкция Этой машины, которая в реальности не существовала Она вызывает, ну пожалуй, слезы И ничего кроме слез Что у нас можно поставить в ангаре И с этим радоваться в боях Конечно, оптика-досылатель У нас здесь нет никакого стабилизатора И возможности его поставить Поэтому ставим третьим, например, вентиль И рисуем себе неплохие показатели и точности Обзора и всего остального В целом с прокачанным экипажем А именно это должен у вас быть Потому что если вы, например, открывали новогодние коробки Которые донатные в Новый год, собственно То вдруг вам выпал Бизонте Именно эти все вакансии идеально здесь вмещаются И поэтому те же танкисты здесь отлично погоняют Пока вы не прокачаете этот танк до восьмого Ну и что еще тут добавить Обзор как раз получается прям эталонный 445 метров с прокачанными перками на обзор У меня, правда, тут не полностью они еще прокачались И с пайком Такая вот история В целом, в целом Машина необычная И хоть и страшная Хоть и вызывает отторжение Играется она неплохо Но об этом сразу после рассмотра брони У нас тут довольно необычная моделька На этом сайте еще не подвезли Ну, так сказать, финальную часть с орудием Но нам орудия не нужно Главное посмотреть, какие тут миллиметры В целом удивительно Танк довольно крепкий У нас целых 230 миллиметров в маске И она, как вы видите, занимает Ну, внушительную часть лба этой башни И при енке получается здесь Ну, не одна семерка Да и не каждая восьмерка пробьет А вот вокруг сюрпризики Они начинают с того, что никакого, во-первых, тут наклона вменяемого нет вообще И все это по кругу пробивается Ну, любя любой, наверное, пулькой В целом устройство башни напоминает Наверное, известную для многих из вас Т-28 прототип В маску не стреляй, а вокруг отлично заходит И здесь та же самая котлетка Верхний бронелист толщиной 100 миллиметров В целом крепкие Но голду восьмерок Нет, да, АББшки восьмерок И голду семерок Он уже не танчит Но для тяжелого танка седьмого уровня, наверное Это довольно много Нижний бронелист очень маленький Выцелить его неудобно Верхний большой и более-менее танчит И отличная маска Если враг суперточный И вы даете ему выцелить свои слабые места То урон получите Если нет, то нет Ну и с последнего, наверное Крышка башни очень тоненькая Если вам удастся накидывать ему В эту крышку То смело делайте 20 миллиметров По правилу трех калибров Все, что больше 60 миллиметров Пробивает нашу башню Без возможности рикошета Поскольку у нас 88 миллиметров Стоковая пушка и 90 топовая То это все отменно пробивается В корпусе тут уже 30 Такая тема не сканает Да, еще танковые зимые щечки И они пробиваются почти в любой проекции Как не встань там ромбом Или не ромбом Очень похоже на Тигра П По устройству Вот такая вот броня В целом назвать ее супер крепкой Нельзя Но удивительно Танк еще и довольно мобильный Удельная мощность у нас Как у заправского Среднего танка 15 почти Но вот максималка небольшая Здесь не удивляет 35 переднего и 12 заднего хода Ну то есть он сам ее поддерживает Набирает довольно быстро Да и в горку едет Немедленно Не отстает в ТС-шек Но вот чтобы прям быстро Перетянуться конечно не вариант Да пожалуй ему Наверное это не особо и надо В целом машина Отлично чувствует себя в позиционках Ну то есть ты вылез из-за коньки угла Желательно еще и за насыпи какой-нибудь Скрыл свой нижний бронелист И от верхнего бронелиста И от маски Пытаешься чего-нибудь там отбивать То есть какой-нибудь наскока Если в маску не попадает А в любое другое место вокруг Пробивает 100% Любой Но когда попадает в маску Там скорее всего никто не пробьет Гарантировать конечно И управлять этим Никак нельзя Ну просто не подставляться Да называется Ну как залетит Ты же не знаешь И пытаться у врагов То же самое выцеливать Мы сейчас играем Вот в самый первый день Как вышел патч Кругом еще этих Семерок много Легко посмотреть И потренироваться Куда я сам буду их пробивать Куда они меня не будут пробивать Ну чтобы вы понимали Короче в целом Танк представляет собой Вот по ощущениям Нечто похожее на какого-то ФЦМа Странное сравнение Вроде бы Причем здесь француз И так далее Ну то есть он тоже длинный У него тоже хорошее бронепробитие Но долгое сведение Плохая стабилизация И хорошая мобильность И вот здесь у нас Прям примерно Такой же точно портрет Мне дико он напомнил ФЦМа Ну разве что Не такой прям быстрый Уровень конечно правда Не тот всего Седьмой Не восьмой Но тем не менее Это означает ФЦМ Танк какой-то не самый лучший Но не самый плохой И в перестрелках от рельефа Наш парень Лично меня порадовал Но не могу отделаться от ощущения Пока играю Он меня раздражает Во-первых тем что косой Во-вторых тем что Комфортность огня у нас Около нулевая Если угла наводки не брать И пробития Ну то есть прицельно И метко выстрелить И свестись успеть Это вообще не про нас Ну и внешний урод А так в целом Ну если вот Не брать Не принимать во внимание Все эти субъективные представления А думать только об объективном О том что реально существует О конкретных цифрах То тогда Танк в целом Окейный Но не могу сказать Что прям он Вот тот Ради которого Стоит качать Итальянскую ветку тяжей Машина Однозначно Проходная Такого парня Оставлять в ангаре Лично я не вижу Ни малейшего смысла Потому что в нем Ну нет особенного Ничего Если уж катать Вот недавно катал На Тигре Немецком Вот этот танк У него конечно Брони такой Даже близко нету Но зато Всего остального Навалом У него Отличная пушка С отличным сведением Ну ладно Не самым быстрым Но точностью Отменной ДПМы там Рвут все рекорды Тут такого нет Однако Так что Если постараться Абстрагироваться От того что он страшный От того что у него Косое орудие А попытаться Взять из него Все самое лучшее Что в нем есть В целом машина Ну я думаю Заслуживает какого-то Одобрения Это не какая-то Прямо Какаха Которая Фу-фу-фу Уберите пожалуйста Это в общем Танк совсем Не про итальянских Тяжей Он Никаким образом Не является Родоначальником Каких-то Особенностей Которые потом Будут наблюдаться Ну пожалуй Кроме той Что у них довольно Крепкие башни У каждого из них Но знаете Уникальность В крепкости башни Это далеко Не итальянская черта Это черта любого Нормального Тяжа По идее И поэтому Здесь такого Прямо Наследственности Преемственности Не будет Поэтому если вы Танк прокачиваете То знайте Вот потом Начинается Самое вкусное Поэтому зацикливаться И если вам Танк этот Поначалу По первому бою Может не зайти Не стоит Вот гляньте Например Этот бой Совершенно Незамысловатый Здесь Наверное На мое счастье Ни одна Вражеская ПТ Не встала У них вдали На железную дорогу Она вполне могла Бо меня беспокоить Здесь и пробить Рано или поздно А все те Кто выезжают Те же итальянцы Всякие там Эти тигры И все кто пытаются Им вполне Можно успевать Набрасывать Ну если ты Конечно успеешь Заранее свестись Туда В то место И откатывать Обратно Без возможности Получить вражеский урон Такая вот Простейшая история Также Наверное Многим будет интересно Имеет ли смысл Этот танк Например Пропустить Чтобы сразу Перейти К вкусненькому К восьмому уровню К удобному Тяжу Который Супер Быстрый И вот такой Весь Бизонт Испорт С дозаряжаниями Если Вы В эту игру Играете С точки зрения Дойти до финального Босса И сразиться с ним Все остальное Не имеет значения Неинтересно То Однозначно В машине Нет ничего Что было бы Жалко пропустить Или Что было бы Там Я не знаю Таким Сверхинтересным После которого Ты точно Буё запомнил На годы Нет Это просто Обычный танк Совершенно Заурядный Со всеми Ну такими Понятными И какими-то Не знаю Безинтересными Без изюминки Параметрами Играется он Также точно Безхитростно И какого-то тут Драйва Творчества И интересного Геймплея Наверное Нет Но Если вы Экономный Игрок И всю Свою Свободку Тратите На то Чтобы Выводить Танк Из стока В топ То в этом Смысле На нём Поиграть Пожалуй Стоит Потому что Это не Самая Противная Машина Свой Опыт Который Необходимо Набить На восьмёрке Она вам Набьёт С большим Удовольствием Потому что Это повторюсь Не особо Сложный Танк Не особо Какой-то Беспокойный На нём Очень Понятно Что Он самый Простой Вот Если Вы Не знаю Понимаете Геймплей Американских Тяжей С крепкой Башней Правда Наш Союзник На 29 Вообще В этом Баге Ничего Не понимает Но зато Можно его Разменять Ну и Короче Не суть Геймплей Вот Один в один Занял Какую-нибудь Ямку Встал И отлично Долбишь Если у тебя Появляется Возможность Ещё Из рельефа Поиграть Сверху Вниз Ударом Потому что Точности У нас Не особо Ну а Здесь Для перестрелки В таком Небольшом Диапазоне Метров Вполне Себе Сгодится Я даже Выцеливаю Итальянцев Без проблем Заметьте Куда я им Стреляю То что я вам Показывал В ангаре В любое Место Кроме маски И ВЛД Идеально Заходит Конечно Не от меня Зависит Полетит ли В эту маску Или рядом С ней Но я стараюсь Стрелять Куда-нибудь В то место Чтобы Увеличить Шансы Так что Если Подытоживать Все То этот Танк Вполне В духе Нашего Стегонешнего Времени Он вполне Нормально Переживает Обычные Наши турбо Бои По 5 минут Потому что ДПМ хоть и Небольшой Но как играть Понятно Танк идеально Вписывается В нашу Текущую Мету Это не Какое-то Извращение Ну типа Быстрый Но картонный Тяжелый Танк Огромного Размера Не какой-нибудь Китайский Зверь У которого Пушка Вниз Не гнется И ты не знаешь Как его реализовать Или какой-нибудь Американец У которого Крепкого Только башня Этот танк Вполне Понятный И он Очень даже Удачный Для хорошего Нормального Такого Геймплея Без страданий Идеально Встал Окопался Крепкая Башня Крепкий ВЛД Пушка С пробитием Позволяет Играть На фулл ББ Даже не Вникая В эти все Подкалиберы Это я уж Жира Бесюсь Потому что Ну куда Девать Только серебра Надо же Тратить С эффективностью Это вот Все Но во всем Остальном Он вполне Справится И в обычном Бюджетном Варианте Лично Мне Он вызывает Оторжение Только тем Что он Внешне Страшный Ну и косой А в остальном Он прекрасен По идее Если присмотреться Но конечно После того Как я прокачаю Восьмерку И это видео Сделаю Я его конечно же Продамчиво И вам советую Ну на сегодня Это все Увидимся на Битвы блогеров 29 Ждем вас Как никогда Всем хорошего настроения До встречи Ставьте лайк И подписывайтесь Субтитры сделал DimaTorzok